А мы продолжаем наш выпуск. Из грязи в княжеские апартаменты. В Великобритании сложился правовой парадокс. Власти Лондона вынуждены селить бездомных в фешенебельные отели за казенный счет. По закону оставить на улице таких людей нельзя, а жилье можно предоставить только в том районе, где они жили раньше. Эта семья, двое взрослых и восемь детей, живет на посубе, а проживает в четырехзвездочном отеле в центре престижного лондонского района Челси. А какие еще варианты? Они назвали себя бездомными. Их дети ходят в школу в центре, здесь же их поликлиника. Мы же не можем их на улицу выкинуть. До того, как Али Осману урезали пособие на жилье, а это 700 фунтов или 35 тысяч рублей в неделю, его семья снимала четырехкомнатную квартиру в центре одного из самых дорогих городов в мире. Оказавшись без поддержки государства, безработная пара с детьми пошла в муниципалитет и попросила найти им новое жилье поблизости. По закону их должны поселить там, где учатся дети и принимает врач. Кроме гостиницы, мест не было нигде. Глава семейства тем временем жалуется. В отеле нет нормального холодильника, плиты, еду приходится заказывать и детей возить в школу на автобусе. Поскольку Али и его семья отказались приезжать в бесплатную квартиру на окраине, их поселили в гостинице. Муниципалитет платит те же 700 фунтов, но не в неделю, а за ночь. Сколько они будут там жить, неизвестно. В очереди на социальное жилье в Лондоне можно стоять годами и при этом жить на пособии. У нас слишком сложная система социальной помощи и, на мой взгляд, невероятно щедрая. И она совершенно не стимулирует людей искать работу. Проще объявить себя бездомным и сразу получить отличный социальный пакет. Это не единичный случай. В британской столице тысячи неимущих семей живут в гостиницах или особняках и городские власти снимают, разумеется, их по коммерческим ценам. Премьер-министр обещает пересмотр социальных программ и помогать будет в первую очередь тем, кто потерял работу и пытается найти новую. Но политики не торопятся. Через полтора года выборы, а без голосов живущих на пособия британцев, у власти им не удержаться.